Продолжение следует... Не о личных вопросах, не о личных вопросах, как мне быть соседкой, но я не знаю соседку, простите, да, а о тех вопросах, которые действительно сейчас волнуют, с которыми мы соприкасаемся, которые подчас причиняют нам огромные, если хотите, и неприятности, и неудобства, и вообще ставят нас перед такими проблемами, которые заставляют человека подчас просто впадать в уныние. Этих вопросов у нас очень много. Но, конечно, главный, собственно, может быть и вопрос, и тема, с которой нам приходится соприкасаться непосредственно, я говорю о верующих людях, это вопрос о том, что же такое православие всё-таки. Вот всю жизнь православной, а спросите, что это такое, а я и не знаю. Что это такое православие? Если хотите, я об индуизме расскажу вам. Да, мусульманцы тоже говорят проще, о православии что такое. Очень часто, вы знаете, мы своего не знаем. Я как-то был в Лондоне, и меня митрополит Антоний Сурожский, кстати, попросил, и меня возили по Лондону. Ну, показать мне. После того, как я посмотрел, очень много, интересно. Вечером приезжаем, и женщина, которая меня возила, говорит, ой, спасибо вам огромное. Я 15 лет живу в Лондоне, но я же нигде не была. Только благодаря вам я посмотрел Лондон. Представляете? Так вот и здесь, к сожалению, у нас очень часто бывает. Мы ищем истину где угодно, куда только не бросаемся. Многие даже ищут это где-то в сектах, многие в индуизме. Кто в католицизме, кто в протестантизме, православие не знаем. Кто в философии, кто в искусстве. А православие первым долгом, чем человек должен, кажется, должен обязательно познакомиться? С чем? А вы знаете, а что это такое, чем жила Русь тысячу лет? Что это такое? Почему это так привлекает очень многих людей? Откуда это? Что это за мировоззрение? Я хочу сказать, что прежде всего, выражаясь общим языком, это мировоззрение. Потому что, когда мы говорим о религии, религии тоже принадлежат к мировоззрениям. Так что это за мировоззрение? Чем оно интересно? Чем оно полезно? Что оно даёт человеку? И вообще, на что оно нужно? Особенно в наше-то время, когда чуть ли не главным вопросом постоянного человека и является, а что это мне даст? Вы знаете, такое вот потребительское такое отношение. Вот с этой точки зрения, давайте мы посмотрим, попытаемся, я немного поговорю, потом, пожалуйста, вопросы, вы видите, уже вопросы лежат, и ещё, наверное, будут, и множество вопросов. С этой точки зрения, то есть, во-первых, поговорим о том, что это такое православие, и попытаемся. Во-вторых, что оно даёт человеку? Даёт ли? Или это, знаете, только обещание журавля в небе? Одни мечтания о будущих блаженствах, райских садах. Так это или нет? Что действительно оно даёт? И имеет ли оно под собой основание для того, чтобы действительно призывать человека к этому, к православной вере, православной жизни? Попытаюсь сказать. Вы знаете, это действительно вопрос один, оказывается, из самых сложных вопросов. И поэтому не удивляйтесь, что я говорю, что попытаюсь сказать. Когда мы говорим о православии, то, естественно, мы говорим о какой-то правой, то есть правильной вере. Вере! Вере! О, если бы знание! Это мало ли во что можно верить! И попробуй узнай, какая, где там вера, правильная она или неправильная. На этот вздох приходится всегда отвечать. Да всё то, чем мы живём, это на 99% только вера! Мы не знаем даже, что завтра будет, что через минуту будет. Ничего не знаем! Только верим! В школе учимся! Только верим! Учителям! Уж не говорю заранее, родителям! Верим различным авторитетам! Только верим! Поэтому вызывает удивление, когда люди говорят, ох, это вера! Что же это? Зачем мы должны верить? А вы помните или читали, конечно, о недавнем прошлом, когда единственным научным мировоззрением являлось атеистическое мировоззрение! Единственным научным! Представляете? И сразу наука и религия! Сразу! И понимаете, какой ход? Вы не думаете, что это просто так возникла проблема наука и религия? Нет! Эта постановка вопроса очень, я бы сказал, лукавая. На самом деле, нужно ставить вопрос наука и атеизм, потом наука и религия. Почему? Потому что религия всегда была, а атеизм возник недавно. И когда что-то появляется новое, мы говорим, а почему? Поэтому первый вопрос и должен был бы каким наука и атеизм. И вот с этого, может быть, мы сейчас и начнём и попытаемся потом подойти к православиям. Да, потому что, кажется, наука – это знание. Атеизм что такое? Вера. Во-первых, она антинаучная. Почему? По очень простой причине. Наука прямо утверждает, прямо утверждает. И это можно где угодно прочитать, посмотреть, ну, всё, что угодно. Так, прямо утверждает, познаваемый мир во всех направлениях бесконечен. Вглубь, вширь, в высоту, куда угодно. Возьмите материальный мир, возьмите космос, возьмите биологический мир, возьмите, наконец, человека, сознание человека. Бесконечный мир! Бесконечный! И подумайте, и вдруг, когда мы с вами входим куда-то в бесконечный, ну, возьмите тайгу хотя бы так, и вдруг там вам говорят, а здесь волков нет. Нет, да, ну что же, и как узнать это, не скажете? А я вот ходил тут, знаете, прошёл целых 20 километров туда, 20 обратно и вширь, и ни одного волка не встретил. Мы что сделаем? Улыбнёмся! Ну и шутник! 20 километров прошёл, а тут тысячи километров тайги! И он говорит, что здесь нет ни одного волка. Что такое? Надо же понять! Науку утверждает бесконечность познаваемого мира. Атеизм, что делает вывод? Какой? Что говорит? Нет Бога! Почему? Почему? Потому что вот эти люди, которые говорят, они не встретились с Богом! И можно ли говорить, когда масса людей встретились с Ним, для того, чтобы утверждать, что нет Бога, нужно познать всё! Весь мир, всю Вселенную, во всех измерениях! И тогда только можно сказать, нет Бога! Но наука что говорит наука? Масса учёных, причём самых-самых выдающихся, которых знают даже школьники, и эта масса учёных верила в Бога! Слышите, а атеизм? Приходится задать атеизму только вопрос! Вы слышите, не атеисту, нет-нет! Я ничего не касаюсь! Атеизму! Задать только вопрос! А что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Что же ему сделать нужно? Он образованный человек! Что ещё нужно сделать? Не знаю! Ну, конечно, ничего не знает! Я просто хотел показать, ответить на очень простой вопрос наука и атеизм. Один академик наш, Наан, он часто тебе говорил, наши человеческие знания всегда были и будут ничтожным островком в бесконечном океане непознанного. Разве этого недостаточно, чтобы сказать, что атеизм в самой сути своей антинаучен? И он, и представляете, какое лукавство? Научный атеизм! Единственное научное мировоззрение, доказавшее, что Бога нет! Где дайте доказательства? Все эти утверждения, которые были, которые и есть до сих пор, они просто какие-то или детски наивные, или просто упорством, может быть, какое, но нехорошо же так делать! К такому серьёзному вопросу, как мировоззрение, нужно подходить в высшей степени ответственно, и особенно потому, что утверждает религия. Она утверждает вещи очень серьёзные, и прежде всего утверждает, что человек, человек, его жизнь, его личность не оканчивается со смертью тела. Ведь это же серьёзнейший вопрос! Действительно, я умираю, и всё кончено, и кончилось моё добро и зло, кончились все мои деяния, кончилось моё общение со всеми, да? Теперь, на веки веков, никогда я никого не увижу, ни с кем не встречусь. Все мои радости, все мои надежды, или напротив, все мои скорби, все мои страдания оказываются бессмысленны. Всё окончилось, и всё! Уже одно только это заставляет человека задуматься и решить для себя главнейший вопрос жизни. Какой же это вопрос главнейший? Это вопрос о том, есть ли бессмертие, есть ли Бог или нет этого. Скажу даже так, есть ли душа у человека как бессмертная сущность или нет её? Вот тот первый вопрос, который должен решить каждый ищущий, разумный человек. Сразу вам скажу, что вера того человека, которого спросите, почему вы веруете? И он разводит руками, оказывается, почему? Почему? То бабушка сказала, дедушка написал, кто-то такое. Простите, это что такое? Но я понимаю, что есть люди, которые не могли получить образование никакого, не найти никаких источников, некого спросить. Душа просто, душа вот требует или душа говорит. Это вопрос другой уже. Но особенно в наше-то время, когда большинство получают образование, когда есть масса литературы, когда есть тот же несчастный, простите меня, интернет, я не знаю, счастливый или несчастный, да, но это вы, наверное, подскажете лучше. Итак, уже можно найти, можно же почитать, можно узнать и решить этот принципиальной важности вопрос. Тем более, что жизнь течёт только в одну сторону у человека. Обратного движения, говорят, нет. И вот, что первое требуется от человека. Так вот, что утверждает православие? утверждает о том, что личность человеческая неуничтожима, что существует поэтому ответственность человеческой личности за все свои деяния, которые совершаются в этой его жизни, что есть бессмертие, есть вечное бытие, если хотите, даже дальше, православие утверждает, что будет всеобщее воскресенье. Вы знаете, когда вот эту мысль сказал апостол Павел в Ариапаге, в Афинском, где собирались мудрецы со всего мира, то реакция была, я вам скажу, поразительная. Они его пригласили, чтобы услышать что-нибудь новенькое, интересное. Верно, для них это было не безинтересно, но когда он сказал о воскресении мёртвых, они ему сказали, знаешь что, иди, мы тебя послушаем когда-нибудь в другой раз. Даже слушать не стали. Настолько невероятным оказалось это учение в сознании всего языческого мира. О чём угодно можно было говорить, но когда он сказал о вечной жизни и всё о чём воскресении, протест. а знаете, почему я об этом говорю? Можно нередко встретить вопрос и даже утверждение о том, что христианство, а православие – это и есть просто нормальное христианство, что христианство является ничем иным, как просто религии, которая впитала в себя прежние религиозные, различные философские верования и идеи, и больше ничего. На самом деле, и для нас это важно, мы же говорим о православии, очень важно, а оказывается, христианство целый ряд делает утверждений беспрецедентных, слышите, в истории человеческой мысли и человеческого религиозного сознания. Беспрецедентных, слышите, никогда этого просто не было! Я почему об этом говорю, я могу назвать это, но это нужно, конечно, объяснять, может быть, о том, что учение о Боге, как понимали Бога? Ну, в конце концов, знаете, вплоть доходило до поклонения кому угодно, но даже высших, высшим, чего достигал человеческий разум, что Бог – это существо, которое является разумом. это разум, высший разум, это высшая правда, высшая справедливость. Вот предел. А справедливость – это что такое? Помните Фемиду греческую? Её изображали с завязанными глазами, богиню. То есть, она не видит, она справедливо судит, невзирает на лица, образ, невзирает на лица, слышите? Одних осуждает, осуждает на добро, то есть, спасает их от наказаний, других наказывает. Вот и всё. Это и есть справедливость. Что говорит христианство? Бог любовь есть! Такого никогда мир не знал! Что Бог любовь есть! Что правда? Пожалуйста! Разум! Ну, ладно! Любовь – это как понять? Я просто пример привожу! Или следующее положение, потому что о каждом из этих положений это отдельно нужно говорить, но я хочу назвать, чтобы, по крайней мере, имели представление, в чём уникальность христианских истин. Бог ну, Бог или один, или множество богов. Христианство говорит то, чего никогда не приходило в голову никому из самых выдающих философов. Бог один, но три. Единая сущность, но три ипостаси. ничего понять невозможно. Ну, ладно, Бог-Отец – всё понятно. А дальше? Конечно, мы находим в мифологии сколько угодно, когда богиня-мать, ну, это понятно, божонки – всё понятно, а христианство о чём говорит? Бог-Отец – да. А дальше? Второе? А оказывается, сын. Странно. А где же мать? А нет, вообще. Третье – вообще невероятное. Какой-то Бог, Дух Святой. Об этом вообще никогда не слышали даже. И это, знаете, кто говорит? У кого это мы слышим? Если мы откроем Евангелие, в котором это написано, то об Иисусе Христе говорили. Откуда Он знает Писание? Он же не учился! Вы слышите? Он не учился! То есть, это какой-то странник, ну, какой-то проповедник, необразованный. И такие вещи, говорит, интересно. А его ученики, помните, когда арестовали Петра и Анна? Так их выгнали для того, чтобы поговорить немножко. И говорят – странно! Эти люди невежды! Невежды они! И они нам предлагают такое учение! Подумайте! Этот необразованный, эти необразованные люди вдруг говорят, что Бог, оказывается, это не просто разум и справедливость, а любовь – совершенно непостижимая вещь! Если будем говорить об этом, я вам скажу, какой диалог с мусульманами в этом отношении интересный и полезный. Я бы сказал, Бог Троица – вообще непонятно. А дальше что? Думаете, только это сказало христианство? Ну, что вы! Что вы! Вот спросите сейчас, кого ждёт масса людей? Масса нашего народа ждёт кого? Какого? Спасителя России, не правда ли? Ну, конечно, естественно! Кто этот будет спаситель России? Ну, царь, естественно! А кто же ещё? Да что он сделает? Он! Всех этих мошенников разгонит не знаю куда! Всех их по тюрьмам посажает! Всех он накажет! Поставит одних хороших только людей! Правда же? Правда, откуда возьмёт? Это никто не думает! Так, да! Но! Вот он и будет спаситель! Он даст нам вдоволь хлеба! Даст нам вдоволь зрелищ! Ну, то, что и надо! И мы заживём! Слышите? Вы думаете, только так это наш народ так думает? Обратитесь к истории! Обратитесь! Иудеи кого ждали? Мессию! Какого? Какого Мессию? А в этом хорошо сказал вот покойный отец Александр Мень! Что Царство Божие, вот это пришествие Мессии, что означает? Пожалуйста! Внешнее внешнее торжество, то есть могущество в мире Израиля и потрясающее благоденствие на земле! Слышите? Точка! Вот то спаситель! Понятно? Язычники, то есть не евреи, не иудеи, как кого ждали! Вы знаете, в Римской империи одно время и как раз в то время, когда и родился Христос, царствовал императором был Август по его имени и месяц назван. Август! При нём Римская империя оказалась в наиболее таком, я бы сказал, могущественном состоянии и богатом. Люди жили гораздо лучше. Август стал своего рода кумиром для языческого сознания, какого спасителя ждали язычники Нового Августа, который, наконец, даст полное благоденствие всем народам! Если иудеев только своему народу, то здесь всему миру, всем народам земли вот это спаситель! Правда? Кем он будет? Конечно, царём! Обладающим полнотой власти, полнотой силы! Вот сразу будет пресекать любые злые действия, любую несправедливость, любое мошенничество! Восторжествует закон! Не правда ли? Ну, конечно! Видите, ждали такого и ждём мы! Тоже такого! Ну, правда, название будет там неправославное, а мы ждём православное! Ну, назвать-то легко, конечно! И что же мы видим? О чём говорит христианство? Спасителем называет распятого между двух бандитов, как злейшего злодея! Его называет спасителем! Вы знаете, Попробуйте скажите кому-нибудь! Найдите какой-нибудь злодея искать! Он спаситель! Апостол Павел, когда соприкоснулся вот с миром естественно нехристианским, неудейским, языческим, когда он говорил об этом, вы знаете, какой протест, какие насмешки, какие издевательства над ним были, он пишет в одном месте. Мы проповедуем Христа распятого иудеям, которые ждали Мессию для себя соблазну, эллином, то есть миру языческому, всем народам безумие! Какой спаситель, который ничего не сделал, а его только распяли! это спаситель? Слушайте, откуда только такое может прийти? Такое объявление такого человека! Это же безумство! Так это воспринимали и так до сих пор многие воспринимают! Вы скажете, по какой причине? Ещё по той, что он, если он был действительно спаситель, почему он не возглавил Римскую империю? почему не уничтожил рабство? Скажите! Не накормил всех обездоленных, не дал начала культуре самой лучшей и прекрасной. Это спаситель, да? Слышите, какие претензии? Мы ещё об этом поговорим. Где здесь? В чём тут суть? В чём ошибка? Я пока называю вот те положения, которые характеризуют, характеризуют... Знаете что? Ведь мою мысль... Вы ещё, наверное, не понимаете, что я хочу? Я человек хитрый. Я хочу вам сказать об одном... Ну, ещё скажу сначала о другом, а потом уже сделаю вывод. Ой, я вижу, как много здесь людей... Я вижу, здесь собраны представители всех религий мира, наверное. я могу задать вопрос. Вопрос. Кто спасётся по вашей вере? По вашей вере? Какие веры? Ну, сейчас очень много разных верований. Кто спасётся? Я смотрю, все вы отвечаете. Фух! Странный вопрос. Спасётся тот, кто исполняет заповеди нашей религии. Разве это не ясно? Всем ясно? Да? Спасётся тот, кто исполнит заповеди, да? И вот ещё один страшный удар наносит христианство. Первым в рай вошёл бандит. Не тот, кто всё исполнил, а бандит. Более возмутительного учения ещё в истории человечества никогда не было. антирелигиозные совсем учения. Это что такое? Есть ещё целый ряд положений. Я сейчас не хочу уже распространяться. Хочу теперь вам открыть тайну моих слов. а тайна такова. Христос родился и жил вот в этой иудее, копеечном государстве. ученики все были оттуда. Рыбаками были. Рыбаков мы знаем. Ну, может, теперь-то рыбаки, конечно, образованные, естественно. Да, возможно. Кто это такие? Они не были знакомы ни с какой философией. Они не были знакомы ни с какой другой религией. Вы слышите? Ни с кем не были знакомы. И вдруг эти люди такой фейерверк совершенно потрясающих истин возвещают людям. Откуда это? Простите, откуда это? Ни одну, ни две, ни три. Целый букет истин, причём, которых аналогов мы не найдём ни в иудейской очень часто религии ветхозаветной. Почему иудовисты, кстати, нам тыкают, вы неправильно учите? Почему неправильно? Потому что ветхозаветной так не было религии, представляете? Аргумент в кавычках сильный. Не было это в окружающем религиозном мире, не было это в философии, даже самой высокой, которая была на то время. На то время какая была? Это греко-римская философия в разных своих направлениях, или индийская философия. Но она была индийская очень далеко. И если мы её сравним, тем не менее, сравним, то увидим, что, оказывается, ни там, ни там этих идей не было. И вот эти вдруг необразованные люди предлагают нам такое учение. Вы знаете, даже Энгельс, Энгельс, который написал много литературы против христианства, который боролся с христианством вместе с Марксом, он написал, христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Оказывается, оно явилось не синтезом каких-то верований и идей, а вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. То есть, откуда оно возникло? Это вот чисто человеческий фактор, я говорю. По-человечески рассуждая, неверующий человек, пожалуйста, целый ряд таких вещей действительно вызывают удивление. Но если бы только ограничилось этим, мы встречаем ещё нечто, я вам скажу, поразительное. С чего оно началось христианство? Со Христа, которого распяли, жестоко казнили, тут же начались страшные гонения против его учеников. Страшные гонения. Помните, как Стефану уже тут же побили камнями? Далее не проходит несколько лет, что мы видим, Рим, который именовался тогда Всемирной империей, так принимает закон, по которому христианство объявляется религией вне закона. Римляне, я вам скажу, исполняли законы строго, не думайте. Вне закона? За что спрашивают? Почему? Объяснение какое-то немножечко наивное, странное. Они, видите ли, не приносили жертвы перед статуей императора, не поклонялись императору. Но это необъяснение. И знаете, почему необъяснение? Потому что иудеи тоже этого не делали. Но иудейскую религию никто не объявлял вне закона. Почему христианство? Ну, оставим вопрос, почему христианство? Потому что нет, действительно не было никаких оснований. Я хочу сказать о другом. что началось, когда Рим объявил. Вы знаете, какие ужасы начались? Это читаешь, это просто страшно становится. Может быть, многие читали «Жития святых». Я даже об этом не хочу говорить, потому что сказали «Жития святых» написали христиане и могли там, я не знаю, чего только наговорить и придумать. почитайте римских историков того времени, этих древних. В Академии наук изданы их работы, у которых не было ни малейшей симпатии к христианству, рассматривали христианство как какую-то чушь какую-то, изуверство какое-то, не пойми, что, что они пишут. Ну, вот вам один пример хотя бы из Тациста. Я говорю о таких историках, как Тацит, Светоний, Плиний-младший, такой иудейский историк Иосиф Флавий. Посмотрите, что они только пишут. Нерон, это 60-е годы, отдаёт свои сады для увеселения. И что там делают? Христиан ловят, привязывают к столбам, осмаливают и с наступлением темноты зажигают вместо факелов. Ох, как это роскошно! Одевают шкуры зверей и для представления и в шкурах зверей вдруг выпускают на них собак и собаки растерзывают их. На арену цирковь выводит группа христиан. Там уже за решётками прыгают голодные леопарды или львы. И на глазах публики возьмите римский колизей, куда входит порядка 60 тысяч зрителей. Все замерли! Там прыгают эти голодные звери. Сидит кучка христиан, поднимается решётка постепенно. И вылетают эти звери и начинают на глазах у всех терзать крик, стоны, кровь! христианство. Как вы думаете, после этого кто захочет принять христианство? христианство? Интересно посмотреть. Увидев такие сцены, зная и слыша об этом, повторяю ещё раз, законы римской империи, это были законы серьёзные, от них не очень ты убежишь. То есть, можешь убежать куда-нибудь в пустыню, куда-нибудь спрятаться, это верно. Да, здесь принимают христианство. Где? В городах оселения люди принимают. Это что такое? Причём, в таком количестве, я вам скажу, Плинии младший, например, пишет письмо Трояну, императору. Это в начале II века, где-то в 100-м году я начал расследование, и оказалось, их множество христиан. А откуда они? Я привожу факты, бесстрастные факты, вы слышите? Никакие-то домыслы, никакие-то верования, никакие-то сочинения, бесстрастные факты. Христианство, несмотря на эти жестокие учения, жестокие законы, на это учение, друг, оно наполняется людьми. Волна гонений уничтожают, кажется, почти всё. Опять наполняется. Что это такое? Как это могло быть? Ну, представьте, вот сейчас объявляют, будет расстрел хотя бы всем тем, о ком узнают, что он христианин. Ну, сейчас, конечно, найдутся герои, конечно, пострадают, всё такое, постреляют, другие спрячутся, и уже никто не захочет ходить в церковь, конечно, и не примет христианство. Почему? А вдруг узнают, вдруг донесут. Ведь и тогда доносчиков сколько было, всегда не есть всю историю, кто это пойдёт? А что же, почему же люди шли-то всё-таки туда? Не шли по очень простой причине, причина, которая стала явной, совершенной, когда мы посмотрим, что творил Христос, что делали его ученики, почитая эту книгу «Деяния апостольских», одно прикосновение исцеляло человека от неизлечимой болезни. Одно прикосновение и бесновавшийся человек, который не знали, что с ним делать, цепями связывали, становился здоровым, сходило проказа, исцелялся от паралича, хромой, глухой, слепой, становился здоровым. Вы знаете, вот сейчас где-то только услышат, где, а где можно, где найти, кого, кого, ну, который исцеляет. И, и двинулся народ. Вот, понимаете, какие вещи? Тут уже даже сами запреты и то не могли ничего сделать, христианство поражало окружающих людей, которые соприкасались с ним, с христианством, с христианами, поражало чем? Вот эти потрясающей силой, силой чудес, силой слова, силой благодати, которая исходила от этих людей. Какие нравственные изменения происходили с людьми, принимавшими христианство? Вот почему христианство оказалось таковым? Я всё это говорю к чему? Христианство это религия неземли, не придумали люди, не придумать этих истин. Тысячи лет существовали человечество, никогда такого не было. И вдруг во мгновение ока кучка необразованных людей представила потрясающие кристаллы. Причём, не просто представила учение, а какую силу, какие чудеса. Вот почему христианство мы можем называть божественной религией, а не человеческим произведением, не произведением, не вспотением ума философского, а божественной религии. Слышите теперь, откуда идут истоки того, что впоследствии получило именование православие. Получило почему такое наименование? По очень простой причине ни одна религия в мире и христианство в том числе не избежала расколов. По какой причине не избежала их? По той простой причине, что всегда находятся люди, для которых, хотя вы скажите дважды два четыре, он нам скажет такое, что вы не обрадуетесь. А я считаю вот так, сорока на колу. Как? При чём тут? А вот так. Всегда находятся, это удивительно просто. Вспомните, вот меня, конечно, очень поразило, что основатель протестантизма, например, Лютер, это 16 век, вы знаете, что заявлял? Я вам цитирую его. Я не возношусь, он говорит, я не возношусь и не считаю себя выше докторов и соборов. Правда, хорошо? Правда, смирение? А что дальше? Но я моего Христа считаю выше всякой догмы и собора. Слышите? Какое смиренное начало и какой ужасный конец! слышите, откуда идут все расколы? Из самомнения! Когда я себя, свое личное мнение, я ставлю выше всех догм и соборов! Подумайте только! Это я привожу пример, как это произошло. 15 столетий жила церковь, и вдруг он а я моего Христа считаю выше. Вы понимаете, что такое моего Христа? То есть, мое учение о Христе, мое понимание Христа. Подумайте только, что говорит! Кстати, он-то был не первым же, учтите! В XI веке то же самое совершила римская церковь, когда римский папа объявил себя фактически таким же, недаром Алексей Степанович Хомяков, наш один из выдающихся людей XIX века, да, прямо и говорил, что основной грех, в результате которого первая из православных церквей, католическая церковь, римская церковь, извините, римская церковь стала католической, потому что она противопоставила себя православию, то есть, всему учению соборов, учению первого тысячелетия, когда церковь была единая, противопоставила и вопреки даже соборным постановлениям заявила, а я так считаю, аж почему? А потому, что так считаю, слышите? И он говорит, это был первый протестант, кто? Рим. Через пять веков за ним пошли другие ветеранства и и и прочие. Вот на какой почве происходили разделения в христианстве, как уходило от христианства одно направление за другим, масса людей уходила, корень, корень самомнение. Моё мнение превыше всего! Никакой не надо мне ни догмов, ни догмов, ни соборов! Что такое соборы? Речь-то шла о вселенских соборах! Это же не о какой-то пустушке! Когда обсуждали, обсуждали в течение многих месяцев, иногда эти соборы прерывались и в следующем году начинались даже! Это не просто так решались вопросы истины! И вдруг здесь я моего Христа считаю выше всякой догмы и соборов! Так христианство от христианства постепенно отпадали одни за другими! Правда! Теперь мы теперь мы христианством называем всю совокупность тех верующих, которые признают Евангелие, ну, Священное Писание, которые верят во Христа! Но, ещё раз вам говорю, вы слышите уже, по какой причине отходили, что действительно ещё христианство в полном смысле слова остаётся православие, которое следует соборам, следует святоотеческому учению, как оно имело место всегда, вы слышите, всегда не противопоставляло себя ничему ни святым отцам, ни соборам. Это единственная церковь, которая остаётся ещё, держится ещё пока, пока держится ещё святых отцов. Хотя удары, удары, то и дело наносятся, наносятся, но пока ещё всё это остаётся. Чем характеризуется православие? Что оно такое? Первое и главное, то, о чём я вот сейчас сказал, и просто ещё раз хочу повторить. Первое и главное – критерием истинности христианства, если хотите, критерием истинности православия, доказательством православия, что является? Верность, верность наследию святых отцов. Верность. Верность в чём? Во-первых, в вопросах веры, вероучения. Во-вторых, в вопросах духовной жизни. Если в вопросах вероучения для большинства людей это остаётся всё-таки довольно непростой задачей, особенно, когда касаемся мы довольно тонких некоторых вопросов богословских, ну, трудно просто подчас, не имея богословского образования, ну, трудно об этом размышлять, то вопросы духовной жизни – это высшей степени важно для каждого христианина. И именно здесь особая исключительная ценность православия, что оно держится за святых отцов, вот, как за спасительный якорь держится за них, как они учили. И вот здесь мы, пожалуй, лучше всего можем увидеть, что такое православие, что оно говорит. Оно говорит вещи, которые не так просто принять, не так просто принять не потому, что какие-то логические противоречия, нет, 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 совсем нет, совсем не потому, что оно говорит какие-то безнравственные вещи, да нет, о другом идёт речь, совсем о другом. Мы же говорим о вопросах духовной жизни. Православие утверждает, что человек, то есть, вот, каждый из нас является очень больным. Очень больным в духовном отношении. Что значит в духовном отношении? Не думайте о каких-то высоких материях, да нет, речёт о самых простых вещах. Что значит очень больным является человек? А то, что его не тронь, иначе пойдёт... Ох, чуть не сказал вонь, извините мне. Да. Но я не сказал этого, правда же? Вы не слышали. Ни с какой стороны не прикоснись к человеку. Избавь Бог, задеть его самолюбие. Что вы? Это будет вам враг на всю жизнь. А моё самолюбие заденьте. Ещё хуже будет. Вот слышите, о чём речь-то идёт? То мы говорим духовные вещи, и сразу мы уже начинаем парить в облаках. Да вот это и есть наше духовное состояние. Оно и есть. Оно чем наполнено? Тщеславием, самолюбием, самомнением, завистью, неприязнью к людям, осуждением непрерывным. Что это такое? Неужели это трудно, кстати, заметить? Нет, ну, лучше бы не говорить об этом. Почему? Потому что каждый человек ощущает себя хорошим. Слышите? Православие дерзает, говорит, ну, посмотри на себя! Ну, что ж ты? Ну, почитай Крылову, дедушку Ивана Андреевича. Помните, он говорит, чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли кума к себе обратиться? Ну, обратись, посмотри на себя в это зеркало совести. Ты что, не лукавишь никогда, да? Никогда не врёшь? Ой, какой хороший ты? Да? Не лицемеришь? Не говорю непрерывно вот это первое, первое, что крайне неприятное. Причём, об этом, я вам скажу, фактически говорит сейчас в современном мире только православие. сейчас такая тенденция в западном христианстве, когда предпочитают обходить эти острые углы, когда, в общем-то, идея такого человека очень хорош, и это всё в так чему? Так называемому гуманизму, гуманизму, который великолепно идею гуманизма великолепно выразил, если хотите, в 20 веке горький человек, это звучит гордо. Гордо! А вы подумайте только, что такое гордо? Гордо? Я вижу себя выше других. Слышите? Гордо! Сверху вниз смотрю на других. Православие говорит, что самое ужасное, самое калечащее человека вот это чувство или состояние – это самомнение, гордыня. И верно! И все мы знаем, у кого это ярко очень проявляется, мы говорим, ну, с ним просто и общаться не хочется. Ну, невозможно просто человеку. Не тронь, он весь божество. Видите, о чём говорит православие? И при этом утверждает ещё, и лучше сказать, объясняет. теперь говорит, понимаете, почему пришёл спасать нас не ангел, не какой-нибудь святой, не пророк, а пришлось прийти спасать самому Сыну Божьему. От этих вещей избавить? Я не знаю, кто это может. православие утверждает, я вам говорю, совершенно вот это такие вещи, которые неприемлемы нашей психологии просто. Мы прям всё против, как ежи какие, только прикоснись, тут же всеми иглами вопьёмся. Так и здесь тоже. Христианство говорит, что мы, что значит мы? Я, ты, человек, посмотри, ты болен. Как, лечиться будем? Ты сам болен. Ты лечись. Так мы отвечаем на это. Христианство предлагает, говоря об этом, предлагает способы, способы лечения себя. Хочу объяснить, что заповеди Божии заповеди Божии – это не закон, данный Богом человеку. Слышали, какие вещи? Пожалуйста, только не кидайте помидорами в меня гнилыми. Это вовсе не закон, а это предупреждение любви, которой есть Бог, предупреждение каждого человека, который гласит просто «Человек, умоляю тебя, не прыгай с десятого этажа, ну, сходи по лестнице лучше, если тебе надо, не садись на горячую сковороду». Это образы. А теперь суть. человек не мсти другому, не делай зла другому человеку не только делом, но и словом, не только словом, но и мыслю. Не делай! Почему? Почему не делай? Говорит Любовь. Потому что каждое такое деяние является ничем иным, как раной, которую человек наносит самому себе. Вот когда касается тела, я его оберегаю. Где-то там, знаете, работа и камни может лететь, я отхожу стороной. Здесь безжалостно себя буквально режу и колю направо-налево осуждая всех. Ну, потому что я-то хороший, а они как их не осудить? Я бы такого не сделал. Вы же понимаете, насколько вот этот человек дрянь, насколько я лучше его, вы понимаете? Я бы такого никогда не сделал. Вы слышали, что сделал? Слышите? Слышите? Что он сделал? Я бы такого никогда бы не сделал. Я такую фразу не всегда говорю, конечно, то есть никогда не говорю, но это же подразумевается. Негодяй! опять украл миллиард. Я бы, если бы на его месте был. Так дальше уже продолжать, наверное, не стоит. не стоит.